как проходит наши будни время час мастер до сих пор нет и только вот недавно пришло сообщение что как он поехал за плинтусами блин а то почему нельзя было об этом сообщить заранее а мы ждем мы ждем а не можем идти в дальнюю комнату заниматься потому что я не услышу домофон мы сидим с ребенком вот так вот на кухне и смотрим в окно примерно в то время когда он должен прийти мы ждем 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 потом пишем смс он только через час отвечает я там то там то вот так проходит наше утро каждое утро потому что почему-то я домофон не слышу и мы не можем с ребенком не на улицу уйти с утра погулять ничего приходится там каждый раз до пол двенадцатого его ждать ребенка мне уже в час начинает хотеть спать короче вот так у нас жизнь проходит жизнь в ремонте с одной стороны есть плюсы например я могу поспать до десяти то есть если человек допустим другой мастер нас было приходит приезжал ровно в десять то она приходил вставать раньше но тут в ожидании никуда не уйдешь блин короче сложно это все не туда не сюда называется так вот и нет его сказал поехал за плинтусами или едет с плинтусами я чуть не представляю с этими белыми плинтусами знаете что про них он сказал ехать в автобусе или в такси он их повез скорее всего что не значит странно страшно представить они метра два заходишь в автобус плинтусами у нее я аккуратно пожалуйста аккуратно отойдите отойдите я иду нет нет это я иду так каждый день сам за пятку все уже тут перемылся тут осталось кусочек все тяжело О, Бой! Смотрите, выкидываю подушку. Я не представляю просто, каким образом, смотрите, она заплесневела. Она просто заплесневела. Каким образом, непонятно. Она лежала в этой комнате. Смотрите, я помню, что после уезда свекрови был запах плесени здесь. Вот, смотрите, стена от подушки от этой. Здесь подушки всегда в этом углу, все время лежало много. И вот, вот эта подушка тоже заплесневела. Каким образом, я не понимаю, как подушки могли заплесневеть. То есть тут вода должна была быть? Откуда? Я помню, когда свекровь уехала, как раз у меня ребенок в этот момент болел. Я помню, я сюда заходила, здесь был запах плесени. Я думала, блин, откуда? Ну, тут цветы у меня никогда ничего не было. Ничего ни у кого не проливают. То есть я проверила, вот тут подоконники, все. Все чисто, как бы воды нигде нет. Недоумение. Откуда плесень-то запах? Думаю, странно. Что ж такое-то? Вчера я стала вот это все разгребать, чтобы положить здесь обои. Потому что их класть некуда. И вижу пятно вот это. Не поняла, думаю. Ну, я знаю, что свекровь, когда они приезжают, они очень часто здесь лежат, спят. Я думаю, блин, уже здесь можно было это пятно протереть головой. Думаю, сколько же надо здесь спать-то? Думаю, ну, обалдеть, ужас какой-то. Потом поднимаю вот эту подушку и вижу здесь огроменного паука. Который уже, конечно, пришел на место происшествия. Чтобы позавтракать. Нет, это был ужин, поужинать. Вот. И потом я уже стала рассматривать подушки. Увидела ту подушку, от которой, видимо, и пошла вот эта вот. То есть она была вся мокрая. Вроде я подушки не стирала. Я помню, вообще было не до этого. После уезда свекрови там у меня вообще здесь не появлялось целый месяц лишним. Ну, сюда даже не заходила. Там обычно я бывает вот белье здесь вот вешаю. Но это уже давно. Как бы от него ничего не текет, ничего не льется. Открываю окошечко со влажностью там. Как бы уже не первый год так делаю. Даже, то есть я не стирала ничего. Откуда она взялась, блин. Я просто вот на этих мочусь в догадках. Откуда может быть мокрая подушка? Вот правда, откуда? Из цветов на цветах же не выпрыгнет какой-то там. Да. Вот это, конечно, меня вчера просто шоком поразило. После свекрови надо все проверить. То на кухне, я помню, воняло после свекрови чем-то. А потом выяснилось, оказывается, она там мешок с каким-то продуктом запихнула возле стиральной машины. Там у нас мешки были. И там этот продукт заплесневел и начал вонять. Ну, он оттуда из мешка еще выпал. Там заплесневел, сгнил и начал вонять. А я не могу понять, что же у меня воняет на кухне-то? Все проверил. Все продукты на месте. Ничего нет. Вонища есть. Думаю, странно. Господи, думаю, что ж такое-то? А потом, когда я начала убираться в этих пакетах, увидела, что какое-то что-то сгнило уже. Все уже там засохло, высохло, уже сухое там. Кошмар, короче. Что это было, не знаю. Все мешки я поубирал, там больше не складываю. Здесь у меня, смотрите, ростки. Тут росточек пошел. Тут новенький. Подождите, два же было. Вот они, два. Третий пошел. Четвертый полез. Он стоял, наверное, в этом горшке уже года два-три. Уже ничего не было. Вот как выросла, по-моему, вот эта вот лапка. Мы еще с вами ее смотрели, как она растет. И все. Здесь у меня авокадо. Вчера, кстати, смотрела фотографии авокадо. Они как-то растут по-разному. У меня вот просто ветка кверху. Здесь я уже обрезала листочки, потому что они подсохли. Там то польешь, то не польешь. Там Новый год, праздники, забываешь, туда-сюда. Некогда, ремонт. Вот здесь у меня декабристы. Да, кстати, у меня сегодня горшки надо... Офигеть, смотрите, он пошел, полез. Вот буквально на днях я чуть-чуть водичку долила. Думаю, ну все, пора пересаживать. Вырос. Он вообще прям был молюсь. Их два пошло! Ура! Их два целых, представляете? Я вчера как раз смотрела, что бывает два. Думаю, ну это, наверное, редкость. Думаю, мне не дано. Так, и вот тут у меня еще один. Вот тут должен полезть. И вон там есть корень. Я хочу, короче, сразу три штуки посадить это в один горшочек. Вот. Остальное авокадо пока что еще пока нет. Здесь вон есть. И здесь еще пока нету. Остальные видно будет, куда будем сажать. Вот. А еще вон там, вон это, гибискус тоже надо пересаживать. Четыре ростка. Четвером они. Надо уже пересаживать. Вчера смотрела, когда пересаживать их, там написано... Вернее, сказали по весне. Охрипло. По весне надо пересаживать их. Здесь цветочек мой. Вот. Еще мне мастер обещал какой-то цветок принести. Он тоже вот так же большим вырастает, огромным. Но он прям цветет, 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 цветет. Только название не знает. Вот. Сказал, что нужен вот такой же большой горшок. Но что-то большой горшок не хочу. А, у меня вот тут есть большой горшок. Вот этот цветок надо пересаживать куда-то. У него тут прям такие основательные корни. Его подкапывать, что ли. Боюсь, корни повредить ему. С другой стороны, он сейчас такой симпатичненький стал. С другой стороны, его обязательно надо пересаживаться. Он особо мне не нужен. А, и вот тут у меня, кстати, погиб цветок. Здесь не знаю, каким образом он погиб. Странно. Подозрительно. Мушки опять летают. Как-то я его перед Новым годом вроде полила. После Нового года, когда я там приехала, полила. А потом он высох. И все. И тут еще живет. Это вообще не растет. Как будто. Как сухое растение. Как будто какое-то. У меня все чуть-чуть зеленое есть. Ну, подождем, посмотрим. Вырастет что-нибудь или нет. Они вместе были. Их разъединять я не стала. У них корни сплелись. По-хорошему, конечно, этот пересаживался. Какой-нибудь маленький горшочек. Он такой тоже. Довольно симпатичный. Он очень медленно растет. Очень-очень. Я думала вообще, что он это... Искусственный. А потом однажды он у меня пожелтел чуть-чуть. Опали листочки. Я поняла, что это живое растение. Медленно растущее. Медленно растет. Медленно растет. Знаете, это дорожка раздумий. Вот я уже оттуда, далеко иду. И когда я дохожу до конца этой дорожки, у меня приходят разные мысли по моему каналу, ютубу. Что-то приходит в голову, когда до конца дохожу. Какая-то нравится мне эта дорожка. Что тут можно спокойно пройти, подумать. В наушниках с любимой музычкой или без нее. Здесь, знаете, в любое время года всегда красиво. Зима. Снег. Деревья красивые стоят. Белый снег. Классно. Лето. Одуванчики. Травка зеленая. Осень. Дубы красивые. Все желтенькое. Цветочки где-то там. То есть тут всегда красиво. Обалденная дорожка. Самое главное записывать свои мысли, чтобы потом не забыть. Делать немножечко снежок. Тепло сегодня так на улице. Красиво. Там кто-то уже походил. Дома. С этой стороны. Стоянка просто. Просто стоянка. Хорошая дорожка. При этом она асфальтированная. Удобно ходить. На коляске ребенка везти удобно. Сейчас я еще парк кругов сделаю. Чуть-чуть свою мысль забыла. Все ходишь, раздумаешь про канал. Что записать. Какие ролики записать следующим, следующим, следующим. Просмотры все мало и мало. Мало и мало. Про себя я думаю. Не гонись за большим. За большим. Что-то там смал. Забыл. Ёлку кто-то у него кинул. Семёohn poverty. Подписывайтесь на мой канал. Усс. Усс. Da. Думаю. Сколько даже оставляет.